Приветствую вас, и для начала я думаю нужно сказать, что любая женщина любит, когда ее добиваются, когда чувствуют ее, когда соответствуют ее желаниям, когда понимают полуслова и когда ей весело мужчина, когда есть о чем поговорить. И вот эти главные качества, или лучше сказать, первая группа качеств, первый элемент, сочетающий в себе данные аспекты, нужно обязательно. Второе, это надежность, то есть женщина будет тем мужчиной, который дает ей ощущение, что с ним она, как за каменной стеной, с ним она защищена, с ним ей хорошо, надежно и так далее. И без этого качества женщина не сможет воспринимать вас именно как мужчину, как своего мужчину, как вообще мужчину в принципе. Потому что она, если будет чувствовать, что от нее требуется что-то, что она должна как-то, например, сама себя защищать, например, или что-то еще, то ей будет от этого некомфорт. И мы таким образом с вами говорим о еще одном, о еще одном элементе. Этот элемент, он важен, и важен на самом деле достаточной силе для подавляющего близнеца девушек. Третий элемент касается желаний. То есть, условно говоря, вам нужно чувствовать, что ваша женщина вообще хочет, что ей нравится, что ей по душе, что ей интересно, что вызывает у нее, как бы, какие-то эмоциональные реакции, ну и прочее. То есть, а вам нужно изучить девушку и дать ей понять, что вот с вами ей будет хорошо. С вами ей будет комфортно, ей будет защищенно, ей будет интересно, весело и приятно. А дальше, дальше вам нужно будет только одно терпение. Потому что, на самом деле, без терпения у вас никак не получится как-то ее добиться. Именно терпение, именно терпение позволит вам показать девушке, что вы настроены серьезно, что вам нужно быть с ней, и что вы просто решили сделать ее своей. И вот только так можно надеяться на то, что она отсветит вам заимствием. Хотя, конечно же, нельзя, к сожалению, утверждать наверняка. То есть, то, что я вам говорю, то, что вы можете услышать, увидеть, прочитать у других коллег, это все очень относительно. Относительно почему? Потому что, чтобы мы, нет, не порекомендовали вам, чтобы мы вам не предложили, все равно девушка может вам отказать. Почему? По какой причине? По причине того, что вы просто-напросто банально не ее тип, и вы ее не привлекаете. Такое тоже бывает, и поэтому нужно совершенно спокойно воспринимать топ факт, если девушка вам ответит, скажем так, не взаимность. Потому что, знаете, взаимность, это хорошо. Но взаимность нужно, взаимности нужно добиваться. И вопрос весь заключается в том, готовы ли вы добиваться этой самой взаимности. Потому что, если нет, если вашего настроя недостаточно много, то тогда можно говорить о том, что девушку вы не завоюет. Просто по той причине, по той простой причине, что девушка не будет чувствовать от вас достаточного сильного рвения с ней быть. Ну, а вообще-то говоря, мужчина, он изначально завоеватель, он изначально завоевывает женщину, и как бы перед вас стоит такая вот задача, чтобы эту девушку сделать своей, условно говоря. Вот именно так и стоит вам поступать для того, чтобы сделать все возможное для нахождения рядом с девушкой, чтобы вспомнялись ей. Но, если вы с человеком испытываете действительно искренние чувства, то я вам очень рекомендую быть готовым к тому, что у девушки окажется свой взгляд на то, как, вообще-то говоря, строится ее сейчас. И вам нужно будет быть готовым к тому, что вы просто не умещаетесь в ее картину мира, не подходите ей. Такое тоже бывает. Поэтому руководствоваться в своих отношениях, в своем отношении к ней нужно не личными желаниями, а ее желаниями. И тогда у вас все получится. По крайней мере, девушка ощутит, что вы, если бы не настроены к ней, и готовы, в принципе, сделать все возможное, чтобы она была счастлива. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...